Комплексные числа начинаются с идеи о том, что квадрат числа не обязан быть положительным. Из этой идеи возникает знаменитая формула Эйлера, которая связывает экспоненциальную функцию с тригонометрическими. Но почему формула Эйлера верна? В этом видео мы получим ее, исходя из знаний школьной физики. Комплексное число — это обычное действительное число плюс необычная мнимая часть. Комплексное число z можно изобразить точкой на координатной плоскости. Если вдоль горизонтальной оси откладывать действительную часть числа, то есть x, а вдоль вертикальной оси откладывать его мнимую часть, то есть y, каждой точке можно придать смыслу радиус вектора, приходящего в точку из начала координат. Представим, что частица движется так, что ее положение в комплексной плоскости изменяется по закону z равно e в степени t, где t — действительное человеческое время. Это всем привычная экспонента, ее значение остается действительным числом в любой момент времени t. Например, в самом начале при t равно 0, частица находится в точке z равно 1, а с ходом времени она ускоряется вдоль действительной оси. Да, ускоряется. Ведь скорость или производная от координаты по времени, dz по dt, тоже остается действительным числом на комплексной плоскости. Скорость постоянно направлена вправо, а ее величина равна координате частицы, которая, в свою очередь, растет. А теперь попробуем представить, как будет двигаться частица, если в ее траекторию внести небольшое изменение, добавить ко времени мнимую единицу. Как и раньше, в момент времени t равный 0, частица стартует из точки z равно 1. Но вот начальная скорость частицы теперь равна i, то есть направлена вверх, перпендикулярно радиус вектору. Сейчас мы не знаем, где окажется частица в любой другой момент времени, помимо начального. Но вот скорость частицы всегда будет равна ее координате, умноженной на мнимую единицу. Какой смысл несет в себе умножение на i? Если умножить 1 на i, получим i. Если далее умножить i на i, получим минус 1. Каждое следующее умножение на i вызывает поворот радиус вектора на прямой угол против часовой стрелки. Но это верно и для любой другой точки комплексной плоскости. Умножение на i повернет радиус вектор на 90 градусов против часовой стрелки. Об этом говорят координаты точки z до умножения и после. Получается, где бы ни оказалась точка e в степени и t, вектор скорости в этой точке направлен перпендикулярно радиус вектору. То есть длина радиус вектора не увеличивается со временем. А это есть движение по окружности, радиус которой равен радиусу в начальный момент времени. То есть единица. Другими словами, e в степени и t равняется косинус φ плюс и синус φ. Остался последний вопрос. Как угол φ меняется с ходом времени? Вдруг точка по окружности двигается неравномерно или даже очень неравномерно? Чтобы разобраться с этим вопросом, обратимся ко второму закону Ньютона. И f равняется ма. Из него следует, что ускорение частицы направлено туда же, куда и равнодействующие всех сил. А ускорение – это производная скорости по времени. И оно равно произведению мнимой единицы на скорости. То есть снова направление силы, приложенной к частице, всегда перпендикулярно вектору скорости. Такая сила не совершает работу и не может изменить кинетическую энергию частицы, а следовательно саму величину скорости. Такая сила лишь изменяет направление скорости. Поэтому частицы по окружности движутся равномерно, а величина скорости остается постоянной с самого начала движения, то есть равна единице. Итак, радиус окружности равен единице, скорость равна единице. получается, что за единицу времени частица равномерно проходит по окружности расстояния в один радиус, а за время 2π частица совершит полный оборот. Это значит, что угловая скорость движения постоянно и равна одному радиану в секунду. То есть угол φ равен времени t. Вот так физика пригодилась там, где ее, казалось бы, и не ждали. Теперь можно смело писать на запорах знаменитое равенство из главных математических констант e в степени и π равно минус единица. Ведь никакой закон сохранения энергии при этом нарушен не будет.